Наконец-то! Наконец-то день клада наступил! Даже солнце наша традиция не нарушает и светит по расписанию! Неправильно ты шарик яму копаешь! По традиции нужно со счастливым лицом копать! Матроскин, не мешай тренироваться! Адь Фёдор, это что ещё за новшество? Металлоискатель поможет нам клад найти, а дрон всё на видео снимет! Ты что, хочешь нашу традицию нарушить? Да ничего этого нам не надо! Мы только с лопатой за кладом ходим! Ура! Оля приехала! Всем привет! А что это вы тут делаете? Ничего это мы тут не делаем! Оля, вот это сюрприз! А мы за кладом! Хочешь с нами? Нет! То есть, извини, Оля, но тебе с нами нельзя! А почему? Да, почему? Да потому что она... Она не местная! А только настоящие простоквашенцы могут здесь клады выкапывать! Вот именно! Оля, так часто у нас бывает, что она уже давно наша, простоквашенская! Вот именно! А, раз так? Ну пусть испытание пройдёт! И докажет! А ты, шарик, балбес! Вот именно! Что? Я готова! Какие будут испытания? Итак, первое испытание – Гаврюшу помыть! Я его поймаю! Нет, дядя Фёдор! Настоящий простоквашенец должен сам справиться! Я справлюсь! Гаврюша, ко мне! Ох, ох, красавица! А Гаврюш-то где? Шарик, это он и есть, только чистый! Ну ладно, ладно! Следующее испытание у почтальона Печкина посылку мою получить! Попросит документы? Покажи фото! Шш! Никаких подсказок! Вот что там! Вот она, посылка кота вашего! Только я вам её не отдам! Потому что у вас документов нету! Усы, лапы, хвост? Правильно! Это кошачьи документы! Только я их у вас не наблюдаю! Да, вот! Так что же, сразу-то не сказали, что у вас доверенность! Спасибо! Последнее испытание! Матроскин, а это не слишком? С бутербродом я точно справлюсь! Попалась! Настоящий простоквашинец знает, что бутерброд нужно колбасой на язык класть! Пора идти, пока не стебнело! А ты нас, Оля, тут подожди! Матроскин, давай в другой день за кладом сходим! Всё-таки у нас гости! А клад может и до завтра подождать! Пойдёмте лучше чай с ватрушками пить! Из-за каких-то ватрушек простоквашинские традиции нарушать? Вы как хотите! А я за кладом! Эдди Фёдор! Шарик! Оля! Ай! Ах ты жужелица! А ну, брысь! Матроскин, прыгай! Я поймаю! Ох, дядя Фёдор, ты эту штуку с собой возьми, когда мы за кладом пойдём. Всё-таки вещь полезная. Матроскин, ты что, хочешь нарушить нашу традицию? Не нарушить, а изменить. Гибче нужно быть, дядя Фёдор. Может, тогда и Олю с собой возьмём? Ладно, но при одном условии. Властью, данную мне самим собой, объявляю тебя, Оля, настоящим простоквашинцем! Наконец-то! Ура! Гаврюша! Гаврюша! А теперь в путь! А я что? Я не подслушиваю. А вы куда? Опять за кладом? Мы за грибочками. С лопатами? Потому что грибы подземные. Трефели называются. Они бы ещё за подземными ягодами пошли. Ничего себе! Буба, какое удивительное место! Ты когда-нибудь видел столько плюшевых медведей? Ой, один мешок упал. Давай поможем ему, Буба. Вот так, молодец. Что там? Плюшевый Буба? Высоковато. Ну постарайся, Буба. Как же мы доберёмся до него? Вот это ты придумал, Буба. Ещё чуть-чуть. Упс! Перелёт. Буба, аккуратнее. Что бы ещё придумать? Отличная идея, Буба. Ну же. Буба, не расстраивайся. Мы можем заказать его на Озон или Вайлдберрис. Первая игрушка от студии, создающая мультфильмы о Бубе, теперь доступна для заказа. Ссылки в описании. Куль. Узики, узики, узики. Тупы. Ту-тунь. Двадцать пять, двадцать шесть. Да, для нового коровника маловато. Что тут у нас? Вот по лаборатории шарика. Причёркиваем. Двадцать семь, двадцать восемь. Ты, Матроскин, вместо того, чтобы туда-сюда, как сломанные часы, ходить, помог бы лучше корни выкорчу. Да, дядя Фёдор? Интересно, а что сейчас Оля делает? Это о чём это я? А, я шарик не хожу, я руководством занимаюсь. Пока дядя Фёдор влюблён, он руководить не может. Он только вздыхать может. И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из тридцати шести корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай. Ой! Я, когда в Якутии служил, такие вот корни бивнями мамонта назывались. Чего мамонта? Бивень. Археологическая ценность, между прочим. Ценность, говорите? А шарик-то наш его выбросил. Не выбросил, а в сторону отложил. Мы, археблогеры, свои находки не выбрасываем. Экстренная новость. Только что в деревне Простоквашино был найден этот, как его, мамонта. Подробнее расскажет известный археблогер Шарик. Здрасте. Работаю я, значит, на археологических раскопках. Вижу корень земли. Потянул. А там, вот этот вот, мамонта. Тюй-тюй. Даже северные мамонты приходили в Простоквашино поесть чудесные травки, которые питаются мои коровки, дающие вот. Это вот чудесное молочко. Вот оно. Этот. А ну, повесь на место, у меня экскурсия. А у меня прямой эфир. Да ты даже не помнишь, как он называется, а я утренний надой почти продал. А у меня там зрители разбегаются. Как вам не стыдно? Вечно вы, как кошка с собакой. А этот ценный бивень пока у меня побудет. А молоко купить? Я его ношу. Значит, он мой. А потом выбросил. А я подобрал. Значит, мой. Зовите вашего мальчика. Он мне расписаться должен. Что-то мне эта посылка смутно напоминает. А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город неговоритный. Девочке Оле на долгую память. Что? Дядя Федор, мой бивень какой-то девчонки отправляет. Это мой бивень. Пока за получение не расписались, это государственный бивень. Отпустите! Это уже девочки Олей бивень. Вообще-то, это мой бивень. А тут раньше наш цирк стоял. Ну, шепито. Я в нём номер коронной исполнял. А Галактион мне, оказывается, завидовал и подпилил бивень, когда я спал. На следующий день прямо на арене он и отвалился. Детишки испугались. Нам срочно уехать пришлось. Потом Галактиону уволили, а меня билетёром оставили. Вот, спасибо. А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика в интернете подписан. Люблю про зверушек лесных почитать. И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет. Цирки теперь без животных работают. А вот детишек я вдвое быстрей запускать буду. Эх, жалко. Больше никто ваш коронный номер не увидит. Ну, для одного известного архиблогера я, пожалуй, сделаю исключение. И раз. Опа. Загадки истории. Правда ли, что человек произошёл от кота? Очень может быть. Вот ещё газеты на эту вашу мускулатуру. Шарик, ну какой же ты лопух. Надо говорить макулатуру. Так я так и сказал. Вкусный карандаш, дядь Фёдор. А? Я задумался. Не знаю, о чём доклад по астрономии писать. Можно о метеоритах написать. Вот в газете пишут. В районе Простоквашино упал метеорит. Ого! А если я найду этот метеорит? Вот это был бы доклад. Ну, попробовать можно. Да, интересно, почём сейчас метеориты? Отличный план, дядь Фёдор. Устроим охоту на метеориты. Так, чтобы к ужину дома были. Если бы Колумб к ужину торопился, Америку бы так никто и не открыл. К ужину значит к ужину. Ох, удивятся мои подписчики, когда я в своём блоге настоящий метеорит выставлю. Метеориты нужно не в блогах, а в музеях выставлять. С платным ходом. Матроскин, тебя в музей всё равно не пустят. Это почему? Туда собакам ход запрещён. А котам тем более. Что-то мне подсказывает, что мы ходим по кругу. Ой, а я за дорогой не следил. Дядь Фёдор, ты же знаешь, куда мы идём? Ну, да. О, идёмся, нам туда. Судя по карте, метеорит упал где-то здесь. Что ж, попробуем его найти. Этой штукой? Эта штука хорошо металл ищет. А он как раз есть в метеоритах. Вот это находка. Ну, всё, точно пора музей открывать. Простоквашинские народные промыслы. Просто нужно дальше искать. Метеорит где-то здесь. Ух ты! Смотрите, такая яма остаётся, только если сверху падает что-то очень тяжёлое. Как наш матроскин, что ли? Метеорит! Голова твоя жадовая. Ничего нет? Ну, ну, должно же быть. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Ай! Моя нога! Матроскин, ты как? Потяну. Ой! Надо возвращаться. Потерпи, матроскин. Скоро будем дома. Теоретически, река может привести нас к дому. Вон там, река! Ого! Я бы от привала не отказался. Ого! Ого! Хорошо. Ох! Ого! Спасибо, пап, что ты про реку сказал. А то бы мы ещё долго по лесу плутали. Это сковородка, наверное. Для полного набора как раз не хватает. Это метеорит! Мы всё-таки нашли его! Ура! 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 А ну, это! Руки прочь! На этом камне моя плотина держится. И вообще, я его первый нашёл. А мы его не будем трогать. И вот, уже более семи лет, простоквашенский метеорит поддерживает бобровую плотину на нашей реке. Я его тогда в лесу нашёл. Согласен, Вера Пауна. Отличный видеодоклад получился. Матроскин, откуда у тебя этот камешек? Сам ты камешек. А это... Мой главный музейный экспонат. Куда? Отдай, ворюга! Открытие музея откладывается. Так, дядя Фёдор ремонтирует. Шарик работает. Фёдора... Стоят. Куда? Ты полдня копошишься, а ни одной морковки ещё не вытащил. Кхе-кхе. Папа-папа! Всё, Патроскинга. Грядки вскопал. Теперь на рыбалку пойду. Какую такую рыбалку? У нас самый разгар урожая. Патроскин, к такому урожаю как раз ухи не хватает. Да и рыбалка в твоём списке дел есть. Ага, рыбалка. Вечером уху приготовлю, рыбные котлетки. Эй! Тогда, чтобы завтра на работу вовремя вышел. Уп! Так, и что же я теперь на ужин готовить буду? Атмосферный столб. Чего? Понимаешь, атмосферный столб упал. На кого? Ну, на рыбу. Поэтому и не клевал сегодня. Матроскин, не волнуйся. Завтра точно улов будет. Шарик, я тут пашу, значит. А он гулять собрался? Проверяй, Матроскин. Я всё собрал. Из списка только рыбалка осталась. Ага, картошка, морковь, там и тама, капуста. Ну что, для салата всё есть. А с рыбалкой чё? Снова без рыбы вернёшься? Матроскин, рыбалка – дело ненадёжное. Вот именно. Сегодня улов есть, а завтра нет. Так улова и сегодня нет. У нас дети без рыбы неделю сидят. У них скоро фарфор закончится. Фосфор. И он тоже. В общем, так, Шарик. Или я сегодня увижу рыбу, или вместо рыбалки будешь компост собирать. Да понял я, понял. Отдохнул бы ты, что ли, Матроскин? На пенсии отдохнул. Нет, я, конечно, понимаю, что океаническая Камбала могла в нашу реку заплыть. В озеро, Матроскин. Шарик говорил, что сегодня на озере рыбачил. Ах, да. Ну, конечно же, в озеро. Ну, Камбала заплыла из океана в наше озеро. Я одного только, Шарик, понять не могу. Откуда этой Камбалы ценник? Ну, может, эта рыба такая ценная. И вообще, Матроскин, без рыбы я прихожу. Ты ругаешься. С рыбой все равно ругаешься. Даже, честно говоря, немного обидно. Ну, ну, ты, дядя Федор, ну, дядя Федор, ты слышал, а? Может, у него что-то случилось? Давай-ка мы с тобой спрятаться за гостиком, последний, посмотрим и узнаем, может, тогда, что посерьезно. из рыбы постоянно возвращаешься. Я без рыбы возвращаюсь? Говорит, ты. Да. Так что, хорошо, иди и без рыбы, говорит, не возвращайся. Еще и смеется надо мной. Ну, я покажу этому рыбаку. Ага, попался? Ага. Ага. Так и знал, дядя Федор, полюбуйся. Он тут вместо работы отдыхает. Пригрели, бездельничка. Я не бездельник. Мы тут вообще-то рыбачим вовсю. Матроски, нельзя же все время работать. Всем нужен отдых, а тебе особенно, чтоб проводить время с друзьями, например. Бабер, что ж ты к нам просто в гости не заходишь? Да у вас хозяйство большое, шарик работает без продыху, отвлекать не хотелось. А вот и не отвлекай. Ну-ка, давайте-ка сюда удочку. Матроски, не кипятись. Я как раз мотор к лодке приладил. Давайте вместе рыбачить отправимся. Давай, дядя Федор, покажем им, как надо делом заниматься. рыбачить. Ха-ха-ха-ха-ха. Шарик такой испуганный. Кричал, Бабер, подыхай! Хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, вот так. Да-да-да. Знаете, надо сюда почаще выбираться. Точно. Теперь я рыбалку на себя возьму. Рыбоферму открою. Эй, Бобёр, а сколько он там наловил? Нормально. Для первого Тараза. Как банально. Похититель сам детектив. Я написала гораздо лучше. Собственно, что я и сделаю. Но мне нужно дело. Так, быстро говорите, у кого что пропало. У меня пропало желание работать. Оно у тебя никогда и не появлялось. Дети, что у вас пропало? Ничего. У меня может пропасть только шарик. Да и то в своём телефоне. А, что? Я говорю, в коровнике садовый инвентарь разбери. Второй день не могу лопату найти. Ага. Значит, у тебя пропала лопата. Я берусь за это дело. Найду похитителя и напишу гениальный детектив. Дело о пропавшей лопате. Вечер, дождь, место преступления и все, кто может быть замешан в пропаже. Похититель от меня не уйдёт. Патроскин, что-то мне страшно. А вот и первый подозреваемый. Что ты делал в тот день, когда пропала лопата? Как всегда, ничего. Вообще-то я огород копал. Две грядки – это не огород. От этих двоих у меня разболелась голова. Коту незачем красть у себя лопату. А собака слишком наивна. Ах, похититель коварен. Коварен настолько, что может скрываться в облике наивного ребёнка. Дети, вы брали лопату? Нет. Да. Дети явно что-то недоговаривают. Ваши показания расходятся. Фёдор, где лопата? А, я забыл. Мы брали лопату, чтобы сделать качели. Но пришёл дядя Печкин, отвлёк нас. А после лопаты уже не было. Может, вы её сломали, а теперь боитесь сознаться. Ой-ой-ой. Я дам вам время на то, чтобы всё обдумать и признаться. Вы что, читать не умеете? Почта закрыта. Вы забыли ключ в двери. Маргарита Егоровна, ваш плащ попал мне в самое сердце. Я впервые такое говорю, но вы в этом плаще прекраснее, чем я. Плащ действительно идёт мне больше, чем ему. Но лестью меня не возьмёшь. Где лопата кота, которую вы похитили? Я честный почтальон. Я только штрафую и конфискую. Лопатка как раз стояла не по инструкции. Он водит меня за мой красивый нос. Какая инструкция к лопате? А когда бомбёр ушёл, лопаты уже не было? А может, вы забыли, что конфисковали её? Так же, как забыли достать ключ из двери? Блядь. Я дам вам время на то, чтобы всё обдумать и признаться. Чё это вы под дождём гуляете? Не заговаривай мне зубы. Где лопата кота? Не знаю. Может, в коровнике. А может, ты её забрал? Зачем мне чужая лопата нужна? Я и свою сгрызть могу. Смотрите. Оп, лопата. Оп, зонтик. Кажется, дело зашло в тупик. Маргарита Егоровна! Лапы прочь! Что здесь произошло? Вот, у нас теперь четыре новые лопаты. Марго, ваш плащ на меня дурно влияет. Я принёс коту новую лопату. Где старая, не знаю. Мы тоже старую лопату не нашли. Купили и сделали новые. Я тут список вещей подготовил, которые могут пропасть. Давайте заранее их поищем. Ну, про запас. Я так и не нашла похитителя и пропавшую лопату. Не получится у меня написать гениальный детектив. Так вы и не пишите! Вы ищите! Что это? Похититель всегда возвращается на место преступления. Говори, зачем ты похитил лопату кота? Не похитил, а спрятал. Отдохнуть хотел. А то до выходных ещё далеко. Только матроски, вы не говорите. Дело о пропавшей лопате раскрыто. Книге быть. Ничего бы она не раскрыла, если бы я сам не попался. В следующий раз осторожнее буду. Ау! Ой! Ну и где этот Робин Гуд? Это не Робин Гуд. Скорее, Чингачгук. Извините, Маргарита Егоровна. Открыли сезон охоты на заслуженных педагогов. Мы случайно попали. Теперь придумали себе тихую настольную игру. Так в индейцах уже нельзя за столом играть. Зато в шашки можно. А вы запрещать право не имеете. Запрещать моя работа, Феденька. Ну-ка, сдаём инвентарь. Тома-тома! Эх, да играли из своих индейцев. Лучше б земледельцев играли. Хоть из дома беги. Вот честное слово. А давайте в лес уйдём. Будем там жить. Ура! Хорошо придумал, дядь Фёдор. Матроскин, давай с нами. Чего я скитаться буду? У меня тут коровки, хозяйство. Вот это хорошее место. Ставь фигвам, Шарик. А я, Маргарите Егоровне, напишу, что мы теперь в лесу жить будем. Так может, я и лучше видео сниму? Так наглядней будет. Вот, Маргарита Егоровна, глядите, как мы теперь в лесу живём. Ой-ой-ой! В общем, хорошо нам здесь. Ну, теперь пойду интернет добывать, чтобы мне Гера в невидео отправить. Ты-туй! Да, вот как выглядит конец света. Это не конец света. Это ванна по рецепту египетской царицы Клеопатры. Ой! О, сигнал! Давайте разжигать костёр. Я как раз один древнеиндейский способ знаю. Ну, или так. Матроскин, молодец, что пришёл. Только ты зачем с собой весь дом притащил? Эта Мегера Клеопатровна меня чуть по миру не пустила. Не расстраивайся, Матроскин. Будь как дома. Эх, и правда, хватит уныния. Пора хозяйство налаживать. Хорошая поляна. Здесь коровкам пастбище будет. Надо только дерево спилить. Давай, Шарик, доставай пилу. Да нет у меня никакой пилы. А я тебе её привёз? Моё дело видео пилить. Да и природу мне жалко. И здесь у нас коровник будет, чтоб мои коровки не замёрзли. А если мы замёрзли? На этот случай у нас, дядя Фёдор, парное молочко есть. Феденька, в уши им там надуло, что ли? Здравствуйте, Маргарита Егоровна. А где все? А дети играют в тихие безопасные игры. Вот что значит дисциплина. И как вам это только удалось? Я свои педагогические методы не выдаю. Как же мы соскучились. Через час будем. Ждите. Ой, быстро домой. Феденька? Ты где? Федюля? Так, а вот за это уже санкции последуют. Вот, Маргарита Егоровна, глядите, как мы теперь в лесу живём. В общем, хорошо нам здесь. Эй, Матроскин, ты зачем свой молочно-рабовладельческий строй к нам в лес пригнал? Труд, между прочим, из обезьяны человека сделал. Из тебя, Шарик, может быть, что-нибудь полезное сделает. Шарик у нас и так полезный. А ссориться не надо. Леса на всех хватит. Я, кажется, никого из дома не отпускала. А мы сами себя отпустили, непривязанные. Ну, а это пока. Мы теперь насовсем в лесу поселились. Здесь никто ничего не запрещает. И ванные египетские не принимает. Все домой. Считаю до трёх. А у нас есть требования. Раз. Мы требуем свободы. Два. Будем играть во что захотим. Ещё чего. Или мы в лесу остаёмся. Три. Ладно, Феденька. Да, и кашу без комочков. Хм, ну и где все? Все куда-то вышли. Я сейчас тоже куда-то выйду. Из себя, например. Ну, наконец-то. Куда же вы все пропали? А мы по лесу гуляли. С коровами? Оригинально. Ой. Возьми, Феденька. Такой няне и Пушкин бы позавидовал. Боитесь летать и потеряться в море на надувном матрасе? Налопаться шаурмы и не влезть в любимые шорты? Тогда вам в Простоквашина. Тогда вам в Простоквашина. Тихий пляж из белоснежного песка. Спокойная и неширокая речка. Только полезное и вкусное питание из... Этих... Этих... Во! Маракуйи и папуйи. Моя новая простынь! Ой-ой. Дядь Федор, зацени годный контент. Бери годный порошок и годный тазик. И отстирывай свой контент. Шарик, ты же обманываешь подписчиков. Ничего я не обманываю. Так, приукрасил слегка. Посмотри, сколько у Оли лайков за красивые виды. А обычная Простоквашина никому не интересна. Вот что здесь лайкать? Простыни? Злобного котика? Или что, покосившийся забор? Каждый день одно и то же. Добрый день! Это же вы, Шарик? Я увидел фотографию в вашем блоге. И приехал в отпуск. Простоквашина. Это что, Сергей Жуков? Он видел мои последние крутые фото. Если он всем расскажет, что я наврал, я пропал. Подскажите, а где можно перекусить? Что-то я проголодался с дороги. Ой, здрасте, здрасте. А мы как раз пирожки с ягодами собирались печь. Проходите в дом, пожалуйста. Нечего вам, Сергей, в этой конуре обедать. Еще и непонятными пирожками. Я вам сейчас устрою обед по высшему простоквашинскому разряду. К конуре? А, непонятными пирожками. Но ты попроси у меня еще добавки-то. Нет. Высокая простоквашинская кухня. А пирожков нет? Ну, пошли прочь. Нет, такой момент портите. Значит, у них вот лужайка. О, Шарик. А мы с Серегой идем в новую плотину смотреть. А что там смотреть-то? Свалка из бревен. Почему свалка? Архитектурная кладка из бревен, грязи, камней и травы. Звучит потрясающе. Кстати, у меня же бревно осталось. Шарик, давай с Серегой на бревне покатаемся. Ну, ты даешь. Кто ж звезд-то на бревнах катает? Плотостул. Плото... Что? Вот, это плотостул. А я ваш веслогреб. Может, штурман? Не, я Шарик. Марго, закройте глаза. У меня сюрприз. Всем привет. О, это ж Жуков Сергей. Игорь Иванович, какой Сергей? Я Маргарита Егоровна. Идите домой. Вы перегрелись на солнце. Эээ, Шарик, а у этого плотостула плототормоза есть? Ха, плото... Что? А-а-а! А-а-а! Отличный ритм, ребята. Шарик, ты в порядке? Лыжеролы. Лыжеролы... Совершенно безопасно. Очень крутая и модная штука. Я сам придумал. Шарик, а на лыжах-то тормоза есть? Тормоза! Тормоза-а-а-а! Ну, действительно, в Простоквашину очень скучно. Каждый день одно и то же. Шарик, держись. Я тебя вытащу. Ну, все, прощай, подписчики. Ух! Ты о чем? Вы же приехали, потому что видели вот это. Думали, у нас тут круто. А у нас... Ай... Шарик, вообще-то я приехал, потому что увидел это. Настоящее Простоквашина. И еще я бы не отказался от пирожков. Спасибо. Шарик, а в нашей конуре? Неблагодарным блогерам пирожки не положены. Дядь Федор, Матроскин, простите меня. Хотел как лучше. Друзья, как же у вас Простоквашина хорошо. Прямо душа поет. Мы все чаще замечаем с тобой, Как по лету мы скучаем. Зимой у Простоквашина вернемся, Приключения окунемся И, конечно, посмеемся всей семьей. Что ни день, то приключения Не врем и любых проблем решенье Найдем нам на месте не сидеть. Заскрипели половицы, Значит, будем веселиться всей семьей. Простоквашина! Мы мечтаем лишь об этом. Просто весело! Дача озера и лет просто радостна. Пирожки пекутся в печь. Простоквашина! Зажигай, товарищи, печки! Не расстраивайся, матроскин. В следующем году поучаствуешь. Нет, дядя Федор, пропустить главный фермерский конкурс, Значит, проиграть. А я никогда его не проигрывал. Кубком больше, кубком меньше. Ставить все равно некуда. Тут, значит, у них вот лужайка, тут веранда. А вот знакомься, соседи наши. Здорово, Бобер! Это с кем ты разговариваешь? Капустку конкурсу готовлю. Ей для роста новые впечатления нужны. Сейчас как впечатлиться и станет овощным великаном. Что? Да ты ведь даже не фермер. Я, между прочим, не только грызть умею. Сейчас вот как конкурс выиграю и всем вам докажу. Тьфу! Твоя кочерыжка ни за что не выиграет. Не слушай, дядю, я в тебя верю. Хорошенькая моя капусточка. Матроскин, ну зачем ты так? Нет времени на любезности, дядя Фёдор. Надо овощи увеличивать. Только понять бы как. Сейчас посмотрим. Нет, Тама-Тама, я химикаты никогда не использую. Ух ты! Для овощного великана маловато. Давай ещё! Ой, а куда это Вера Павловна поползла? Эй, кто свет выключил? Моё сокровище! Моя прелесть! Ого, вот это тыква! Матроскин, нам из-за твоей брюквы из дома не выйти! Ничего, через веранду ходить будете. Хи-хи-хи-хи! И правда, Матроскин, надо срезать тыкву. Конкурс ты уже точно выиграешь. К чему этот деревенский конкурс, дядя Фёдор? Я теперь мировой рекорд побить хочу. Только нам ещё подрасти надо. Матроскин, отойди. А то что? Шарик, лопатой делу не поможешь. Теперь нам ничто не помешает. Шарик, лопатой делу не помешает. Куда? А ну марш домой! Я не Фёдор Шарик. Нужно моих коровок домой вернуть, пока они далеко не ушли. А мы с Шариком тоже уходим. Что? Ну идите. Со мной Вера Павловна и там и там останутся. Нет. Подумаешь, нам и вдвоём хорошо будет. Мировой рекорд побьём. На весь мир прославимся. Ну а потом праздничный банкет закатим. Да? Думаешь, чересчур? Ну ладно, ну просто бутерброды сделаем. Ну и всех за одним столом соберём. Только никто не придёт. Ой! Стойте! Вернитесь! Да не нужна мне эта... Матроткин! Матроткин! Сначала друзей совсем не было, а теперь вдвое больше стало. Видали? А вы не верили, что я фермером могу стать? Поздравляю, Бобёр, тебя и твою капусту. В следующем году тоже участвовать буду. Мировой кабачок выращу. Ну уж нет. Победа в следующем конкурсе. За мной! Ух, Матроткин, в этот раз давай без этих твоих овощей переростков. Наконец-то, дядя Фёдор, в этом месяце расходов нет. А всё почему? Хм, потому что мы экономили и один пакетик чая три раза заваривали. Просто Шарик наш ничего сломать не успел. И даже от графика не отстал. Шарик, у тебя что, совсем Шарики за ролики заехали? А как мне по твоему графику всё успевать? У меня четыре лапы, а не восемь. Не кипятись, Матроскин. Всё починим, уберём. Десять литров молока сгубил. Котёл для кипячения эксклюзивный уничтожил. Я, может, тоже эксклюзивный, а ты не ценишь. Ты эксклюзивный балбес, Шарик. Я из-за тебя разорюсь скоро. Вечно ты всем недоволен. Я вот обижусь и уйду. А у нас не заперто. Иди куда хочешь. Шарик, Матроскин пошутил. Столько дел переделать за день просто невозможно. У нас с тобой, дядя Фёдор, на двоих восемь лап. Тут дел на пару часов. Быстро управимся и ничего не сломаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, устал, как Шарик. Мы от графика всё равно отстаём. На девяносто три процента. Матроскин, может, вернёшь Шарика? Да сам придёт. Погуляет и вернётся. Посылку примете? Шарик! Вернулся? Значит так. Сперва идёшь в коровник. Я у тебя, Матроскин, больше не работаю. Скотч, вы заказали. Вот какой у меня сотрудник. Всё по инструкции делает. С этим полосатым будьте бдительны. Он хитрюга ещё тот. Не понял. Шарик, ты почтальон? На-на-на, младший почтальон. До меня ему ещё далеко. Но сортировку посылок уже можно доверить. Отойди, дядь Фёдор. На экскурсию приходи с Гаврюшей. Покажу, как почта работает. Шарик! Матроскин! Матроскин, может, попытаешься вернуть Шарика? А зачем? Вон ему там как хорошо. Нет. Ну, проблем, конечно, с Шарика много. Он находчивый. Кто бы ещё додумался на роликах все дела переделать? А помнишь, как он колодец для молока выкопать хотел? А как все банки разом закрутить решил? А как конвейер чинил? Эх, я всё понял. Загляну-ка я на почту дяди Фёдоровым. Колбаса докторская. Коньки хоккейные. Галоши резиновые, одна пара. Наконец-то нюх пригодился. Не работа, а мечта. Мы хотим заказать доставку Шарика домой. О, эксплуататор полосатый явился. Одна штука. Шарик, хватит вредничать. Это только Печкину положено. А ты ещё не Печкин. Чё это? Ваш блокастый друг теперь уважаемый гражданин. Даю вам, Шарик, повышение. Будете отныне ценные бандероли разносить. Шарик, повышаю тебе зарплату. На чуть-чуть. Даю премию и пирог с капустой. Два. Шарик с капустой не ест. Даю премию. Три пирога с вареньем и выходной. Два. Две премии. Пироги, выходной и бесплатную. Подписку на автомобильный журнал. Шарик автомобилями не интересуется. Он природу любит. Шарик, я куплю тебе новый гамак и этот, эм, спиннер. Спиннинг. А, и его тоже. Два спиннинга. Сокращённый рабочий день, массаж зубов и рыбалка. И ежедневно. Ой, мне предложить больше нечего. Только извинения. Прости меня, Шарик, за то, что я не ценил тебя. Не понимал, как много ты делаешь. Тоже мне предложение. В документах никак это не закрепишь. Прибыли никакой не займёшь. Берегите его, товарищ Пешкин. Шарик отличный сотрудник и друг. Я друг. Патроскин, я согласен. Даже без спиннинга. Хорошо, что Шарик вернулся. С ним работа быстрее пошла. Да, благодаря нашему Шарику идём строго по графику. Надо бы... Подросткин, ну ты же ролики запретил. Шарик! Да что там такое? Гвозди, что ли? И правда, дядя Фёдор, этот балбес гвозди в ботинке хранит. Матроскин, принимай работу. Лопату починил. Шарик, а ты чем её измазал? Не скажу. Жвачкой. Не помню, куда гвозди делал. Так челюсть устала. Никогда ещё столько не жевал. Да, Шарик, от тебя одни проблемы. Подумаешь, мелочи. Никто ж не пострадал. Шарик, иногда мелочи могут быть очень важными. Подумаю об этом завтра. Хоть ночью от тебя проблем нет. Ой, а где подушка? Там, где ты её бросил. Спасибо. Доброе утро. А чего вы всё сонные такие? Мыши, Шарик, сонные потому, что теперь от тебя и по ночам проблемы. Ты храпишь. Я? Да я вообще самый тихий пёс во сне. Подумаешь, посопел разок от усталости. Больше не буду. А где все? Матроскин, ты куда? Я Чодор. Я Чодор, держись! Может, вам сейчас поспать? Я Кот, а не мышь летучая, чтоб днём спать. Давайте тогда я днём спать буду. Правда, мы тогда совсем видеться перестанем. Нет, эту проблему не решит. Шарик, будем избавлять тебя от храпа. Я согласен. На всё. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А вдруг не получится? Хоть что-то должно сработать. А если нет, будем искать новые методы. А вдруг... Вдруг только муха в варенье падает Тишина, наконец-то Кто это свистел? А-а-а, ничего мне не поможет Лучше я вообще уйду из дома Шарик, не надо никуда уходить Мы же еще навозные припарки не попробовали Устроюсь позвонить? Позвоню Позвоню Ну, прощай, ну, прощай Ну, прощай Отчихнишь ты, наконец Так вот, почему ты храпел, Шарик Из-за перышка Из-за такой мелочи Да, Шарик Иногда мелочи бывают важными Кажется, я это уже говорил Поспим, наконец-то Субтитры сделал DimaTorzok Э-это не я Субтитры сделал DimaTorzok